Всем привет, приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет обзор на игру Civilization VI на Xbox Series S. Эта игра доступна по подписке Xbox Game Pass Ultimate. Вот буквально сегодня она стала доступна по подписке. Раньше ее можно было только купить в магазине Microsoft Store. Посмотрим как она работает, какая графика, насколько хорошо оптимизирована. Весит данная игра 15,4 гигабайта. Погнали! Так. Раньше в Civilization вообще не играл, поэтому для меня это будет первое впечатление. Ни в одну часть не играл, смотрел какие-то обзоры, в принципе понимаю, что это пошаговая стратегия. Но я играл Heroes of Magic, где тоже, в принципе, смысл тоже, где ты делаешь шаги как бы по очереди со своим противником, как по шахматной доске, и принимаешь правильные решения, от которых будет зависеть твоя победа. И твой успех. Так. Норс. В промо-ролике какой-то картограф встречает. Вообще люблю стратегии. Я фанат Варкрафта, фанат Старкрафта. Любил, помню, была такая стратегия. Войны древности Спарты. Где нужно было играть за древнюю Спарту. Там тоже было интересно. Властелин колец стратегии. Прям вот я такое вот любил, реально. Еще была классная стратегия. Единственное, не помню, как она называется. А, помню, не. Red Alert. Red Alert вроде, красная. Вот это, помню, прям вот это классная была игра. Где, типа, Советский Союз, который не распался, а получил какие-то технологии. Там прям межгалактические войны. Но там прям прикольно было. Вообще фанат стратегии, фанат истории. Не скажу, что я фанат именно пошаговых стратегий. Но классические стратегии, которые в моем понимании, без ходов, это прям мне нравится. Посмотрим, что это за игра. Должно быть очень интересно. Это должно быть максимально реалистичное. С историческими персонажами, с событиями. Людям, которые любят историю, думаю, будет интересно. Так давайте пропустим этот ролик. Нам показывают разные эпохи, как люди развиваются. Так, погнали. Сразу скажу, я знаю, что эта игра, как бы, для новичков. Это не самое легкое, то, что может быть вообще. Поэтому прошу простить, если я буду где-то тупить и не понимать, как работает механика данной игры. Я буду делать обзор и первое впечатление вообще на цивилизацию. Так, давайте посмотрим, какие есть у нас настройки игры. Так, игра Быстрый Бой, Ускорение. Включено. Давайте включим. Автоматическое завершение хода. Отключено. Дальнобойная атака блокирует ход. Обучение. Так, я новичок. Окей, пускай будет. Ходом между... Так. В принципе, у нас никакой графики здесь нету. Звук. Звук, окей. Интерфейс. Интерфейс, субтитры. Так. У нас никакой графики здесь нету. Работает данная игра в режиме 60 FPS. Никакую... Никакую графику изменять мы не можем. Ну, да ладно. Так. Окей. Выйти без изменений. Ладно. Вижу, у нас есть одиночная сетевая игра. Давайте пробуем одиночную игру. Одиночная игра. Давайте играть. Посмотрим, что это такое. Скифская империя. До гигантов каменного века. К первым шагам человека прошел ваш путь. Начинается величайшая эпоха... Ага, нам описывают, за кого мы будем играть. За какую нацию. Цивилизацию, точнее. Так. Убийца Кира. Все юниты получают плюс 5. Боевой мощи при атаке поврежденных юнитов. Та-та-та. При уничтожении юнита восстанавливают до 30... Озе. Не знаю, что такое зе. Степной народ. Дополнительный юнит легкой кавалерии или конных лучников Саки при подготовке нового юнита. Окей. Конные лучники Саки. Уникальный наземный юнит. Курган. Уникальное улучшение. Ну, ладно. Так. Нажмите ЛБРБ, чтобы открыть левую и правую панели, а также показать скрыть панель прогресса. Вот мы появились на какой-то карте. Она поделена на соты. Это, по-моему, ходы, которые мы можем делать нашими юнитами. Так. Выберите значок треугольник на панели слева, чтобы показать скрыть мини-карту. Окей. Так. Для вызова меню паузы. Ну, понятно. Окей. Выберите юнити. Щелкните на клетку, чтобы переместиться. Давайте попробуем. Так. Меню паузы. Понятно. Окей. Ага. Вот так эта игра выглядит. Смотрите. Какая графика. Здесь, в принципе, оценить графику, я думаю, будет как-то сложновато. Не знаю. То есть, оно все плавно работает. Ну, как бы, картинку вы сами видите. То есть. Она максимально мультяшная, я как бы, не знаю. Неплохая графика. Не знаю. Что вам сказать. Как ее оценить, не знаю. Неплохая. Так. Что у нас есть? У нас есть какие-то поселенцы. Ага. Поселенцы. Что нам нужно? Здесь какой-то табак, наверное. Это какие-то краски или что это. Вот рис. Наверное, все-таки первое, все, что нам нужно, это будет еда. Давайте сюда пойдем. Пошли к еде. Воины. Что мы будем делать за воином? Ага. Тоже можем перемещаться. То есть, у нас нужно осуществить перемещение нашими обеими этими юнитами. Так. Давайте сюда. Пускай они находятся рядом, если кто-то нападет. Угу. Так. Мы сделали все ходы. Ага. Икс. Продолжим. Ага. Другие игроки сделали ходы. Так. Для изменения масштаба используйте АТРТ. Ну, это понятно. Так. Окей. Что нам делать дальше? Угу. Так. Ага. Вот. Что это такое? Основать город. Все. Город Покровка. Есть. Есть у нас какое-то поселение. Давайте выйдем воинами сюда. Так. Посмотрим, какие у нас есть исследования. Что это такое? Открыть дерево технологии. Гончарное дело. Астрология. Что нам дает? Давайте гончарное дело. Мне кажется, это будет более практичная штука. Так. Мы его исследуем, я так понимаю, да? И поставим еще, давайте, животноводство. Если можно. Все. Окей. Открыть дерево институтов. Так. Дерево социальных институтов. Так. Это какие-то законы. 20 культуры дает. Как его использовать? Плюс 5 боевые мощи юнита против варваров. Так. Не знаю. Не знаю, как его использовать. Ладно. Мы пропустим. Что это такое? Ага. Это полководцы. Боу Дика. Феми Стокол. Исидир Милецкий. Джан Цянь. Йоанн. Гипатия. Я так понимаю, они сделали максимально достоверные исторические данные. Там о полководцах. О каких-то цивилизациях. Это очень круто. Реально. Люди, которые любят историю и изучают историю. Вам это будет интересно. Эта игра будет очень интересна вам. Так. Давайте их что-то. У нас какая-то шестеренка выскочила. Нажмите B для отмены выхода из меню или закрытия панели. Окей. Районы и здания. Так. Монумент. Плюс 2 культуры. Текущая стоимость 60. Производство. Давайте поставим. Поставим этот монумент. Так. Это, по-моему, он уже делается. Да? А ну. Как его посмотреть? Да. 12 ходов. Сделается монумент. Правильно я понимаю? Ну да. Логично. Так. Окей. Что делаем дальше? Давайте. Будем разведать. Пойдем сюда. Не знаю, что здесь. Давайте прям каких-то юнитов построить. Строители. Типа ли что-то такое. Так. Как сделать? А, юниты. Вот. Смотрим юниты. Строители. Давайте построим строителей. Так. Строит улучшение. Вырубает леса. Тропические леса. Добывает ресурсы. Строители можно использовать 3 раза. Это показатель. Можно повысить с помощью политического опыта. Курса или чудес света. Например, пирамид. Давайте построим этих строителей. Это то, что самое необходимое. Так. Пропускаем. Ага. Наши строители нужно 9 ходов, чтобы они появились. Так. Давайте сюда. Не знаю. Там вот прям нужно какие-то гайды смотреть. Я прям сразу так трудно разобраться, что здесь нужно делать. Но смысл понятен. То есть нужно по ходам развиваться. Как бы твой противник делает несколько ходов. Ты делаешь. И постепенно вы развиваетесь. Так. Окей. Нужно еще 7 ходов. У нас будут строители. Понятно. Давайте пойдем сюда. Посмотрим, что здесь. Какие-то лошади. Наш город продолжает подсветать. Люди богатеют. Нацеление растет. Окей. Это хорошо. Это очень хорошо. Так. Смотрите. Здесь какая-то речка. Рыба. Понятно. Давай сюда. Ладно. Что там? Сколько нам этих строителей ждать? Здравствуйте. Так. Здравствуйте. Достойный правитель, подобный вам, должен ценить все самое изысканное. Любите ли вы искусство подобное мне? Прикольно. Такие вот вставочки тоже. Исторических каких-то личностей. Это прям добавляет какой-то атмосферность этой игре. Так. Не желаете посетить наш город, чтобы оценить наши гостеприимства? Спасибо за представление. Но у нас нет времени на обмен любезности. Ну, давайте вот это. Нам пока нет времени реально. Нужно развиваться. Так. Встреча с другой цивилизацией продемонстрировала необходимость новых способов общения. Ага. Исследование технологий письма различительно продвинулось. Это прикольно. Это прикольно. Так. Давайте дальше. Что нам нужно сделать? Животноводство наше развивается, я так понимаю, да? Посмотрим. Да, три хода еще нужно, оно развинется. Так. Кажется, у нас много животных. Смотрите, здесь олени, здесь лошади. Там какая-то лисица, но это, наверное, охоту нужно какую-то развивать. Так, окей. Давайте, где эти строители? Давай сюда. Ага, смотрите, какой-то противник. Это какой-то противник или охотник, непонятно. Если в раю нет собак, то я хочу после смерти отправиться туда, куда ушли они. Угу. Так, окей. Животноводство. Где наши строители? Так, один ход. Давайте нам этих строителей. Давайте мы еще исследуем астрологию эту. Окей. Чем ближе противник, тем осторожнее. Ага, чем ближе противник, тем осторожнее нужно действовать. Тем осторожнее нужно действовать. Понятно. Давайте нападем на него, не знаю. Ага, он убежал. Все равно. Ух ты. Опять к нам кто-то идет. Давайте сюда. Чтобы он не смог к нам напасть. Так, строители. Давайте отправим строителей. Пускай они что-то здесь сделают. Так, что вы можете строить? Юниты. Давайте мы все-таки сделаем себе еще одну. Какой-то юнит военный. Давайте пращиков. Что-то длинное. Длинное. Дальнее. Дальний бой у них будет. Для того, чтобы если к нам кто-то нападет, у нас были и ближние, и дальние войска. Как строителями что-то строить? Та-та-та-та-та-та. Удаюсь. Угу, вера. Нет, мне нужно. Так. Вау, строит молот. Так, давайте. Что это он сделал? Так, они построили какой-то загон, да, для животных. Все, окей. Это есть. Давайте мы нападем на этого чувака. Можно? Так, у нас базовая мощность 10, у него 20. Не знаю, убьем мы его, не убьем. А, это у него, подожди. Это у него 10, у нас 20. Ладно, давайте. Погнали. Почему он не нападает? Я отправил он купцов вкуснейшей икрой. Наслаждайтесь, ладно. Так, этот убегает от нас. Ну ладно, не будем его догонять. Главное, чтобы он не заходил на нашу территорию. Мы, в принципе, будем мирно развиваться. Так, давайте поставим что-то строителями. Построим что-то новое. Так, каменоломня, да, какая-то? Отлично. Так, готово. Вот у нас пошли ресурсы сверху, я вижу. Мы уже немножко развиваемся. Так. Окей, что дальше? Где наши прачники? Три хода. Опа. Активный политический курс может привести малую выгоду. Народ ждет вашего решения. Так, к нам опять какой-то разведчик. Народ ждет не верит в своего предводителя. Человек, нашедший свое завершение, совершеннейшее из живых существ. Живущий вне закона. Давайте мы сделаем себе какой-то политический курс. Так, плюс 5 к боевой мощи юнита против варваров. Удвоенный опыт для юнитов разведки. Бог-царь. Плюс 1 веры. Плюс 1 золото. В столице. Так. Городское планирование. Плюс 1 к производству во всех городах. Давайте мы здесь поставим к боевой мощи. Вот так вот. А здесь мы сделаем... Так, стоп. Как этот курс? Стоп. Где оно было? Вот так. Война, экономика. Давайте поставим плюс 1 к боевой мощи. Вот так. А здесь мы сделаем плюс 1 производство всех городов. Давайте вот это. Все, я считаю, это нормально. Подтвердить политический курс. То есть, ты можешь разные направления. Там, политику, войну. Выбирать какую-то гармонию. Чтобы будете развиваться и армия, и в то же время развивалась дипломатия. Нужен баланс. Так. Окей. Дерево институтов. Что это здесь? Свод закона. Ладно, это все уже у нас есть. Давайте сюда, чтобы к нам не напали. Переводим своих юнитов. А строителей давайте сюда. Пускай построят еще одну каменоломню. Почему нет? Правильно. Так, что здесь мастерство какое-то. Пускай исследуется. То есть, ты постоянно должен все выбирать. Постоянно куда-то отвезти строителя, воина. То есть, ты должен исполнить все свои ходы для того, чтобы у тебя начался следующий ход. Чтобы походил противник, а потом после него уже ты. Ну, понятно. То есть, это классическая пошаговая стратегия. Так, еще два хода. У нас будут пращики. Давайте пропустим. Мы обнаружили город-государство. Так. Давайте установим с ним дипломатические отношения. Существуют разные виды городов-государств. И каждый из них может предоставить... Это прикольно, что это у тебя дает возможность. Ты можешь на него напасть, а можешь установить дипломатические отношения. То есть, ты можешь сам выбирать курс. Так. Это какая-то армия, смотрите. Нужно быть аккуратным. Давайте мы сюда пойдем. Давайте мы сделаем сразу... Где эти пращики? Так, один ход. Давайте мы сделаем один ход. Вот так мы сюда встанем. А строитель пускай... Пускай построит еще одно... Что-то такое. Так, это... Вы значительно продвинутся на пути к социальному институту мастерство. Это какая-то уже... Дом у нас какой-то сделали. Так. Окей. Давайте пропускаем. Все, у нас есть пращики. Мы с вами в июне, способные атаковать противника издалека. Так, ну вот отлично. Издалека это отлично. Давайте мы их отведем где-то поближе сюда. Чтобы они находились рядом с нами, если эти нападут на нас. Так, что нам нужно еще? Нам нужно еще, мне кажется... Воинов, я не знаю. Мне кажется, уже достаточно пока для первого времени. Давайте построим еще строители. Давайте построим еще строители. Ладно. Что у нас теперь? Давайте попробуем напасть на этих или что? Что мы сделаем? Так. Почему я не могу на них напасть? Давайте вот так. Нет, я не могу на них напасть. Видите? Вот теперь давайте нападем. Я этих. А эти пускай тоже сюда. Вот так. Они все убежали. Понятно. Ладно, а этого можно напасть? Нет, я не могу на них напасть. Видите? Ага, смотрите. Если мы нападаем, это приведет к войне. Давайте не будем воевать пока. У нас пока не те ресурсы, чтобы воевать. Ладно. Пока давайте находиться здесь, рядом с своим государством этим. Кто такие? Так, у нас кто-то идет уже. Давай сюда. Интересно. Достаточно интересный процесс, я вам скажу. И давно мы открыли секрет планирования городов. Проще и прибыльнее создавать целые районы. Так, вот мы говорим, целые районы уже создавать. Потому что я стрелец. Так, понятно. Очень интересно, я вам скажу. Как бы тебе нужно планировать сразу. То есть, если ты где-то делаешь неправильный ход, куда-то отходишь далеко от своего там государства, сразу видно, что какие-то противники подходят к твоему. И тебе нужно как бы и в то же время исследовать местность, как бы захватывать новые районы. Развиваться, как бы строить какие-то постройки, развивать свою цивилизацию. Но в то же время тебе нужно быть аккуратным, как бы и сохранять свое государство. Потому что если ты далеко отойдешь куда-то, на твое государство сразу покушаются другие противники. Как бы это реально интересная игра. Нужно развивать разные процессы, там цивилизации. Мне прям нравится, реально прикольно. Смотрите, какая здесь карта. То есть, пока еще она не исследована, но у нас уже есть каких-то два или союзника, или противника. Какая это Митла, какой-то Буэнос-Айрес, видите? И мы себе можем уже какую-то политику планировать. Например, мы нападем на Буэнос-Айрес, получим ресурсы. А с Митлой мы можем заключить какой-то союз, я так понимаю. Это еще, наверное, зависит от того, где нам более выгодно союз, а где более выгодно напасть. Зависит от ресурсов. Тут все как в истории. Нужно все анализировать. Я думаю, любителям стратегии эта игра будет очень даже по душе. Очень душевно, очень атмосферно она играется. Все отлично оптимизировано. Я прям рад, что она появилась в подписке. Я, конечно, думал, что стратегия на Xbox, это, конечно, не то. Как бы привык, что мышка, в принципе, играл на компьютере. Но здесь она очень удобно, сделана управлением. Скажу, как бы никакого дискомфорта нет. Это очень быстро, интуитивно, понятно, это все понимаешь. И очень быстро разбираешься в этой механике. Поэтому рекомендую. Цивилизация 6 на Xbox Series S. Скачивайте, пробуйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.